Второй раз ты на свободном микрофоне? Нет, второй раз, только не с вами. А, вот так вот. Я всех своих помню в лицо. Да. Что ж, приступим. Собственно, меня зовут Никита Дупленский. Хлопнув ресницами мне и дверью, Ты вышла, укутавшись в звезд халата. А я бы и рад в твой уход не верить, Но всякое рад бы сейчас не в попад. И радуга зеркала вдруг превратилась В угрюмую тень от окна и сквозняк. Знаешь, я тут посидел и подумал, Не без тебя никак. Вдруг расстояния стали гигантскими В несколько сот световых лет. А я до тебя и со светом добрался бы, Но ты, уходя, погасила свет. Спасибо. Следующее стихотворение о наших целях И о сложностях, которые подстерегают нас На пути к их осуществлению. Я потерял ориентир и направление. Корабль сел на мель, и нет доплыть. Мне нет прощения. Слышишь? Нет прощения. Два коробка, капроновая нить, То беззаботная, светящееся детство, В нем было все, что нужно, А теперь сломалась связь, И никуда не деться От неизбежности потерь. Какой-то космос, все твержу о нем, А сам, как Атлантида, полон тайны, Когда-то было так, что мы вдвоем И вся вселенная видна из нашей спальни. Я потерял ориентир. Скажи, где он? Что приучил тогда меня к терпению Звезда-маяк, сквозь детский телефон, Передававшая прекрасные мгновения? К сожалению, Звезда-маяк угасла в полуночном небе. Я разом убежал из всех квартир, Искал ее, и думал, Как нелепо должно быть потерять ориентир. Я побывал на всех возможных крышах, И слазил все возможные дома. Я с каждым разом забирался выше, И только громче хохотала мне луна. Лежал на битуме, от фонарей спасая вечер, И ждал, часами глядя в темноту, В надежде, что когда-нибудь я встречу ту, Ставшую почти мифической звезду. Вершина за вершиной, ничего. Но что за шутка? Что за глупый репус? Я злился, сам не ведая того, Как шел за ней И приближался к небу. Спасибо. Очень хороший вечер. Следующее стихотворение О какой-то эфемерной, Но, очевидно, очень красивой девушке. А у нее и вправду была глубина в глазах. А может быть, пустота? Я не помню точно. Но помню, как что-то я все же сказал, Хотя и влюбился тогда не очень. Что-то приятное вроде... Забыл? Время прошло по крыльцу возле дома, То время, в которое я любил, Было приятнейшей аксиомой. Без всяких там доказательств Все просто. Я, как и ты, одного механизма, Части курс выбран верно. На горизонте остров, Который открыли давно И назвали счастьем. Но, что порой происходит В открытом море, Большая земля оказалась Всего лишь рифом. А риф оказался всего лишь Подспорьем тому, Что сейчас превращается в рифмы. Тогда я не знал, Как глубина похожа на пустоту. Пожалуй, есть только одно отличие. Я влюбляюсь теперь в красоту. И больше, чем искренне. Так? По привычке. И последнее стихотворение. Очень многое для меня значит оно. Ну, что ж, начнем. Сердце затянуто тучами. Погода внутри не по времени. В углу одиночества скрюченной Сижу я, обнявшись с коленями. Но каждой весною от этого я, Обрастающий листьями, Встречаю стихов силуэты И списанным делаю чистое. Жизнь вытекает чернилами. В этом ни капельки страшного мужества Нам всеми силами Сегодня быть лучше вчерашнего. Жизнь выпадает страницами. Мера ее, их количество. Я, породнившийся с птицами, Прощаюсь со всем прозаическим. Истина в каждом искателе Дело счастливым несчастное Может быть над знаменателем моим Незелимое частное. Но небо поет над руинами О чем-то святом и несбыточном. Мы здесь. Мы внизу гнемся спинами, Как узники в камерах пыточных. Втыкаются в опли отчаяния, Спокойствие будней иголками. Я здесь. И слегка опечаленный Прячусь за книжными полками. Над городом облако мятое. Плывет равнодушно к погибели, И только пески провожатые, Предчувствуя засуху, вздыбились. Я тоже задумал прощание. И солнце лучами палящими Разносит мое досвидание Всему далеко уходящему. Я верю во что-то прекрасное, Стираясь о грифеле пальцами. Пускай неделимое частное И дальше не делится нацело. Но истина в каждом искателе Быть собственным поиском, Преданным жить трудно. Но жизнь замечательна, Ведь счастье ее в неизведанном. Спасибо большое. Никита Тупленский. Это было замечательное выступление.